Дорогие друзья, вы сейчас увидите спектакль Государственного Центрального Театра Кукол, который называется «Божественная комедия». Только это совсем не Данте. Данте тут ни при чем. Поэтому эту пьесу написал для нашего театра Исид Владимирович Шток. И даже нельзя точно сказать, что он ее написал. У этого спектакля есть своя история. Вот я вам должен рассказать, как он родился. Почти все спектакли наши рождаются именно так. Так, Эфель, художник французский, нарисовал карикатуры веселые, смешные, трогательные, иронические, просто творение мира. Два или три альбома этих карикатур очень смешных. И вот режиссер и актер нашего театра, Владимир Анатольевич Кусов, пришел ко мне и сказал, Сергей Владимирович, а что если нам поставить спектакль «Сотворение мира»? Мне это понравилось. И я обратился к Исиду Владимировичу Штоку, нашему же автору, который до этого нам тоже писал пьесы, и сказал, напишите нам. Он написал. Написал, мы стали читать, ну просто ничего не выходит. Непонятно, как сделать Бога, как сделать Адама, как сделать Еву, да ангелов там было написано полно, ну ничего не получается. Стали сочинять, пробовать, делать каких-то пробных кукол вместе с Исидом Владимировичем Штоком. И у нас на полке лежит 13 вариантов этой пьесы. Фактически последний вариант этой пьесы уже и был самый спектакль. Ну мы всегда работаем так, выдумываем спектакль. И спектакль это веселый, смешной, иронический, но мне он кажется все равно и лирическим. Да и я уверен, что ирония вообще не враг лирики, а даже прямой помощник. И смех прямой помощник лирики. Потому что когда человек смеется, у него сердце раскрывается, он как бы обезоружен. И вот сквозь это раскрытое сердце лирика-то проникает еще лучше. Ну вы знаете это, вы знаете по вечерам на хуторе Близди Каньки Гоголя, по шекспировским пьесам, как перемешана лирика, ирония, веселая, грустная, нежная. Всегда перемешана, это очень важно. Вот и так мы и сделали. И для меня это спектакль лирический, несмотря на то, что он смешной и веселый. Это о первом поцелуе, о том, как почувствовала женщина, что у нее должен быть ребенок. Это о человеческой, земной, хорошей, настоящей любви. КОНЕЦ 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 До того, как что-нибудь было, ничего не было. КОНЕЦ 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 Я спрашиваю Ничего не говорят Почему? Некому говорить Что видели? Ты что? Летал, летал И вдруг чуть с ним не столкнулся Не столкнулись Разлетелись Глупо Как угодно Хоть бы рассказали Что-нибудь интересное А что может быть интересного у нас? Ведь пустота Да, слыхал я В других галактиках Истории всякие бывают Планеты летают Жизнь Кипит А у нас Ты бы слетал бы туда Разузнал бы Разве туда долетишь? Это для нас невозможно Да Трудновато Ха-ха-ха-ха-ха-ха Он над вами хихикает Говорит, таким руководством далеко не улетишь что ты сказал да врёт он всего повтори что ты сказал а то плохо тебе будет и повторю а что вы все время грозить оскорбляет каждый раз одно и то же что нового что говорят да ничего не может быть новым самая отсталая галакта что от этого боимся друг на друга доносим вот и весь интерес создательный а что вы создали только можете что грозится и оскорблять я все могу одни только разговор а так пожалуйста вот смотрите и еще могу вот и все ну и что чем громыхать то попусту создали бы что-нибудь и создам не стой создашь потом хлопот не оберешься как было пусто пусть так и будет да вы сперва попробуйте не понравится отмените в других галактиках что ты мне еще другими галактиками нос тычешь но нельзя так больше существовать невозможно дня нет ночи нет воды нет суши нет раков и тех нет ну довольно надоели мне эти разговоры я вам докажу я вам всем докажу я давно собирался только у меня времени не было а сейчас займусь только уж вы потом на меня не пеняйте да не будем пенять не пеняйте да будет свет что зажмурились что ли еще будет надо по плану а так сразу с бухты барахнет сразу сразу чтобы кончить эти разговоры раз и навсегда да будет тьма что страшно конечно страшно а мне нравится нет свет лучше гораздо приятнее пусть лучше будет свет нет пусть лучше будет тьма не по-твоему и не по-твоему а по-моему будет свет и будет тьма и назовуя свет днем а тьму ночью и пусть будет утро пусть будет вечер пусть будут века годы месяцы недели дни часы минуты секунды мгновения я давно давно собирался сотворить время а для чего это чтобы вы время зря не теряли время нельзя терять время нельзя убивать время покажет время деньги итак день первые и сказал он что это хорошо он это я сейчас ночь спокойно ночи спокойно ночи спокойно ночи доброе утро день второй опять что-нибудь создавать опять будем создавать организуем небо называется твердь 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 что-нибудь твердое будет ну раз твердь конечно твердое вроде крыши а вроде крыши значит простору больше не будет ну да вот не будет а это чтоб не стремились куда не надо да во всем не что-то ты стал много вопросов задавать смирно организуем твердь называется небо а как его организовывать красить и все а что красить пустоту какой колер голубой сине-голубой приятно и вселяет надежды и трудно понять есть там впереди что-нибудь или нет ничего и как фон хорошо на нем все видать берите краски кисти и начнем купоросить будем? нет не будем шпаклевать? нет времени нет приступим 5 мая пустот кисти кисти в гу и кисти и мая мая и кисти и мая кисти кон кисти Ну вот, и сказал он, что это хорошо, и к утру просохнет. Ну, на бутылку надо быть. Ты что, в ЖЭКе работаешь? А сейчас что? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Папа. Доброе утро. День третий. Поехали дальше. Теперь построили, дальше ехать некуда. Нет, есть куда. Землю создавать будем. А как? Очень просто. Есть у нас эти? Как их? Нет. Я еще не сказал, что. Камни. Обыкновенные камни. Есть или нет? У нас ничего нет. И до конца квартала не будет. Я вам достану сколько? Ну, я думаю, 300 квадриллионов тонн мне хватит. Хватит? Да. Прошу. Эй! А? Ха-ха-ха! Ну, смотри, а? Учись, как работать надо, а? Ну-ка, поглядите-ка, там внизу есть кто-нибудь или нет никого? Нет никого и ничего. Не успели еще. Приступим. Вставали, Ваня. Вставали, Ваня. Вставали, Ваня. И сказал он, что это хорошо. Да, откровенно говоря, я ожидал большего. Какие-то груды, нагромождения. Да, как-то неважно, получилось. А какая там пылища? Ужас. Это потому что суша. А сейчас будет вода. Вот, пожалуйста. Берите. Лейте. Вот теперь она сама разольется. Будут моря, океаны, реки, озера, болота, лужи будут, бассейны, имени, имени, кого будут бассейны? И минеральные источники. Ну, а теперь хорошо. Сейчас ночь, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. День четвертый. Слушайте, ночь и день. Все остается? Да. А чем освещать будем, подумали? Вот это и оно. Так я думаю, что они сами себя освещать должны. Правильно. Ночь освещать не нужно, тьма и тьма. Все нужно освещать. И день, и ночь. А то не видно. Свечила нужны. Большие и малые. Да, но... Вот, пожалуйста. Ой, красота-то какая. Да, их повыше надо бы, чтобы не достали, а то пропадут. А как же их туда забросить? А очень просто. У тебя есть эти? У тебя никогда ничего нету. У тебя есть рогатки? Есть. Где? Прошу. Учись. На вот. Вот тебе, рогатка. Это тебе. Это мне. Ну, постой-ка. Так, не эту. Это тебе возьми. Попробуем. Ну, а теперь луна. Ну-ка. Раз. Два. Три. О! Вот луна. А сейчас солнце. Одну минуточку. Чё? Одну минуточку. Сейчас я отдам. Сейчас. Сейчас. Это, чтобы знали, что и на солнце пятна есть. Попробуем. А плевали. Всё. Раз. Два. Три. Подожди, Аэл. Вот оно. Ага. Вот и солнце. И сказал он, что это хорошо, просто даже великолепно. Сейчас, дочь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Прямо здесь можно. А ты садись. Доброе утро. Доброе утро. Что? Вон. Нет? Не угадал. Переиграем, переиграем. Ничего не переиграем. Хватит спать. Такой сегодня день. Я запутался. Пятница, пятница. Опять тяжёлый день. А, да, 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 да. Тяжёлый день, тяжёлый день. Рыбами будем воды заселять. А из чего их делать, рыб? Как из чего? Из консервов. Ну, скажи. Чёрт знает. Вот, пожалуйста. Приступим. Давай. Илька пойдёт? Балтийская. Пойдёт. Вон туда, вон. Сельдь. Атлантическая. Это вон туда, вон. В Атлантической. Сельдь тихоокеанская. А это в элитой или в тихой? Луч в тихой. Опять сельдь. В горчичном соусе. Испортили селёдку. Роль мопс. Это что? Собака, что ли? Какие собаки? Ну, как же мопс. Роль мопс. Селёдка кусочками. Читать не умеете. Ой. Икра. Вот, хорошо. Для размножения. Для размножения. Кабачкова я. Брось её. Не сюда. На сушу. Там подберут. Себрюга. Себрюга. Вот, хорошо. Пычки. Пычки, хорошо. Сазан. Сазан, хорошо. Ради. Это что за рыба такая? Ми. Министерство рыбной промышленности. В собственном соусе. А здесь что написано? Кра. Крабы, крабы, крабы. Хватит читать, кидайте всё, что у вас осталось. Всё кидайте, всё кидайте. Кидайте, кидайте. Кидайте, кидайте, кидайте. Все кидайте. Ну вот, с рыбами покончено. А сейчас будем птиц создавать. А из чего их создавать? А из ваших пёрышек. А, хе-хе. Ну-ка. Ой. Будет тебе новый отрастут. Ой. Да будет птица пернатая над землёй и над водами. Да произведёт она подобных себе породу ея. Её. Ее. Ея. 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 Её. Ну вот, истиньсями, покой. Ну ладно, сейчас ночь, покой ночь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. День шестой. Самый ответственный. Надо засучить рукава. Будем создавать зверей и скотов. Кого-кого? Скотов и зверей. Чтобы плодились, размножались, заселяли бы с собой всю землю, понятно? Нет, не понятно. Дровоядные, млекопитающие, пронокопытные. Сломимочка! Лисицы, водор, волки, овцы. Таланты и поклонники. Ха-ха-ха-ха. Будем создавать зверей. А из чего их создали? Из детского мира. С доставкой на дом. Вот, пожалуйста. Ну-ка. Что нам доставили? Так, игрушка водоплавающая. Хе-хе. Второй сорт. Первый не могли прислать. Ну-ка. Только не рвите, не рвите, не рвите. Верёвочка пригодится. Самый. Вот. О-о-о-о! Хе-хе-хе. Что это? Какие-то тряпки резиновые. Как же они могут плодиться и размножаться-то? Это... Надувательство. Да. Ну, правильно. Правильно. Путём надувательства. Путём надувательства. Вот пусть каждый из вас возьмёт и выдует что-нибудь в своём роде. Понятно? Понятно. Куда дуть, знаете? Найдём. Дуйте. Хе-хе. Длина ухой. Хе-хе. А это какой страшный. Полосатый. Ах, какой у тебя дух неверный. А у вас свинья. Ну, правильно. Швинья. Без свиньи нельзя. Щетина, мясо, сало. План. Давайте их сюда. Будем транспортировать до земли. О! Видите? Верёвочки-то. И пригодилось. Да. Ну, завязывайте. Завязали? Да. Майна. По-малу. Пусть они теперь там плодятся и размножаются. И так жизнь на земле началась. А сейчас нам самим туда отправляться надо. А нам-то зачем? Человека создавать будем. Кого-кого? Человека. Полетим на землю. Первый раз. Приготовьтесь. Кого-кого-кого-кого? Вот и земля. Здесь земля. Хорошо. Приземляйся. Осторожно. Приземляйся. Ой, баш. Вот что-то мне. Фух. Ой-ой-ой. Укачало. Ну, ничего. Давайте руки. Внимание, внимание. Впервые на землю совершили посадку Господь-Бог и сопутствующие Ему архангелы. Слава Богу. Укачало. Сейчас приступим к самому главному, к созданию человека. ХОМО САПИАН Нужна глина. Приступим. КОНЕЦ Так, будем лепить сразу двое, мужчину и женщину. Я буду лепить два туловища и две головы, а вы конечности. Вот, ты руки, ты ноги. Понятно? Понятно. КОНЕЦ КОНЕЦ У меня готово. Вот туловище, вот туловище, вот туловище, а где вперед, где зад. Вот вперед, вот вперед, вот здесь вот будут помещаться пища и болезни. КОНЕЦ Это я вам потом объясню. Вы сейчас будете крепить конечности, а я займусь головами. ПОНЕЦ 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 Человека я создаю, а не собаку. Неужели ты не понимаешь разницы между человеком и животным? Ангел называется. Ничего не понимаешь. Вот работа. Что ты наляпал? Вы же велели прикрепить руки, я и прикрепил. Что ты мне за хапугу сделал? Зачем ему столько рук? Ну как зачем? Брать, махать, отталкивать. Приветствовать. Бдить. Как это бдить? Вот так вот. Хватит ему для этого двух рук. Ничего поручить нельзя. Дать сюда. Смотрите, как надо. Вот как надо. Вот так. Стоп, не так. Что-то не так. Ага. Поверни. Тоже не так. Стоп, 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 держи. Так, сюда. Это было. 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 Что было, то было. Вот как? А, вот так надо было. Дождите, вы меня запутали. Все сначала. Все отрывайте. Что такое? Вот, вот, ноги. Вот ноги. Ноги снизу. Руки сверху. Где у тебя ноги? Вот. Ноги снизу, руки сверху. Понятно? Начинайте. Я разделаю с голован. Глазки. Вот ей глазки. Ему глазки. И ротики. Вот так. Ему ротик. Вот и готово. Давайте их зарегистрируем. Это еще зачем? Это для порядка. Ну, пиши. Так. Имя. Имя. Пиши. Адам. 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 Отчество. Ты что-нибудь соображаешь? Какое у него, может быть, отчество? Ох, виноват, не учел. Ну что ж, ставим прочерк. Образование. Ну, какое у него образование? Никакого. Ничего не знай. Пиши среднее. А теперь ее. Ее пока не регистрируй. Почему? Она женщина. Дело капризное. Может, не получил. Ну что вы, на вид она симпатична. А, знаем мы этих. Симпатична. Ну, вот что. Создали мы человека. Дело это для нас новое. Тут нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. Помните? Они не ангелы. Они люди. С ними надо поаккуратнее. О каждом их поступке докладывайте лично мне. А уж я сам буду делать выводы. А теперь идите. Отдыхайте. А я в них буду душу вдувать. Прошу вас. Ну вот. А теперь? С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Кхе-кхе. Кхе-кхе. Ау! Хе-кхе. Хе-кхе. Мы. Кто это мы? Ты. Не ты, а вы. Я и ты. Мы. Не мы. Я и вы. Не мы. Небо. Облако. Коза. Забор. Рога. Газон. Газон. Горизонт. Какой-то недоразвитый. Что это вы меня так рассматриваете? Даже неудобно. А мне удобно. Идём. Куда это? Гулять, смотреть. Ни малейшего желания. Тогда давай считать облака. Будем учиться считать. Нет. Я лучше пойду гулять. Только что предлагал тебе. А мне тогда не хотелось. А, хорошо. Идём гулять. Ну, ступайте. А я буду петь. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Перестаньте. Скажите, почему вы всё время навязываете мне своё общество? Да, потому что мы люди. И нас только двое на всём свете. Запомните раз и навсегда. Да. Нас не двое. Не двое. Вы один, а я одна. Одна, а не двое. Я создана из такой же глины, как и вы. Я абсолютно самостоятельна. Ваши притязания мне просто смешны. Да у вас никаких прав на меня нет. Понимаете? Нет, нет, нет. И ты ко мне ничего не чувствуешь? Мне непонятен ваш вопрос. И потом. Называйте меня, пожалуйста, тоже на вы. Ну, если я пойду в лес, и там меня растерзают дикие зверьи. Ты, прости, вы меня не пожалеете? Нисколько. И так будет продолжаться всегда? Очевидно. Ведь мы же бессмертны. Я не согласен. На что? На то, чтобы жить вечно. На то, чтобы жить с вами. Не согласен, я и все. Не хочу. Сынок, сынок, ты что? Разым тебя развеете превратиться брату глину. Что, что это за фантазию? Жить всегда с ней. А с кем же нас так двое? Двое, а она не живет моими интересами, я знаю. Слушай, ты почему не живешь с его интересами? А почему я должна жить с его интересами? Кто он такой? Он человек. Не человек. Понимаешь ты, как это звучит? Эх ты, дура. Я тоже человек. Он мужчина. Я мужчина, черт возьми. А я женщина. Он муж твой. Какое глупое слово. А ты жена его. Еще более глупое слово. Ну ладно, ладно, ладно. Ничего. Стерпит слюну. Никогда не стерпится, ничего не слюнится. Давайте мою рассыпать. Если на то пошло, лучше ее рассыплю. Что за новостью? То лепят, то рассыпают. Ты ее не регистрировал? Нет. Вы же не приказывали. Да. Я как в воду смотрел. Пусть как будто ее и не было. То есть как это не было? Преврати собраться в дырину. То забращение женщины. Безобрать. Безобрать, а то главное. То я, сё, я человек, я женщина. Вот как с ними обращаться надо. Вот и всё. Что же ты опять плачешь? Ай, жалко. Так это же варианты. Сразу же ты не бывай. Ее жалко. Да на кой она ведь черт, ведьма такая. Ну все, 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 все. Сделаем тебе новую и хорошую. А, не надо. Никого мне не надо. Буду холостяком. Нельзя. Это непорядок. Да. Нужна крепкая семья. Жена нужна. Да. Жена нужна. А то слишком хорошо тебе будет. Сделаем мы тебе новую, хорошую. Плодь от плоди. Кость от кости твоей. От какой еще такой кости твоей? Ну от какой-нибудь такой кости, которая не так уж тебе нужна. Нужна из ребра. А почему? Из ребра. А их много. Кто их будет пересчитывать? Правильно. Из ребра. Приготовиться к операции. Не бойся, не бойся, не бойся. Ой. Не бойся. Не в больнице не зарежут маску. Считай до десяти. Раз. Два. Три. Три. Тампон. Три. Три. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Прошу, вариант второй, модернизированный. DimaTorzok 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 Жена! Законная! Плотят лоси, кося-кося. Здравствуй, Адам! Здравствуй. А тебя как зовут? Я думаю, Ева. Почему ты так думаешь? А мне так кажется. А почему тебе так кажется? А мне кажется, что тебе хотелось, чтобы я звалась? Ева. Ха-ха. Вы разве мне так кажется? Ну да. Ведь я твоя жена. Я должна знать, чего ты хочешь, раньше, чем ты сам это поймёшь. Вот оно в чём дело. А что это, пожалуй, будет красиво? Отдам и Ева. Красиво. Конечно. Да. Ты уже завтракаешь? Нет. А я ждал тебя. Разве ты меня ждал? Ты знаешь, теперь мне почему-то кажется, что именно тебя я и ждал. А почему ты держишься за бок? Ты просудился? Нет. Это... Это просто так немножечко неловко. Знаешь что? Ты ляг, а я разотру тебя. Да? Да. Ну, давай. Давай. Так. Питер, 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 питер. А-а-а! Ну что? Легче? Уже прошло. Тебе не надо делать резких движений. Ты лежи, а я соберу ягод на завтрак. Ну-ка. Закрой глаза. Открой рот. Вкусно? Очень. Осторожнее. Крепли с косточки. Надо выплёкнуть. О, как это? А вот так. Как вкусно, вот. Тебе нравится? Я рада. А, я рад, что ты рада. Нет, это я рада, что ты рада. А я рад, что ты рада, что я рад. У тебя есть много знакомых? Есть. Кое-кто. И женщины, да? Это ты единственный. И тебе не будет со мной скучно? Не, не будет. Стой поближе. Там сыр, ты простудишься. Ты знаешь, я хочу пойти к реке и научиться нырять. Хорошо, но мне кажется, ты считаешь, что это лучше сделать завтра. Разве я так считаю? Конечно. А сейчас тебе хочется погулять со мной. Какая-то, да-да. Кажется, именно этого мне и хочется. Как здорово, что ты появилась. Теперь я, наконец, буду знать, чего хочу. Пошли гулять. Пошли. Пошли. Дай руку, Ева. На. Идём? Идём. Этот край совсем не плох. Им руководится Бог. Хорошо без мне. И мне. Сейчас он пипит. Ну да, вполне. По полям и по лесам. Мы гуляем там и сям. По-моему, где ведь этот край, край. Ну-ка, иди сюда. Иди, 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 иди. Пожалуйста. Вон, вариант второй. Удался. Итак, мир создан. Теперь можем отдыхать. Завтра будет выходной день, а ты не каждый седьмой день будет выходным. Пока седьмой, там видно будет. Теперь идите за инструментами. Иди, 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 иди. Сейчас мы вам покажем нашу райскую самодеятельность. Давайте эту, так ее, мою любимую. Давай. КОНЕЦ И когда увидел создатель, что все созданное им хорошо, он захотел посмотреть, хорошо ли это. И была ночь. Темнота-то какая. Ничего не видно. А ведь я всевидящий. Спичек нет ни у кого. А где-то у меня фонарик был. Вот там и фонарик. Так, куда это они все подевались? Это что за уши торчат, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эй, ты, как сделок. Вот оно в чем дело, и это танцует. Да вы не бойтесь. Я ведь не против. Наоборот, я за. Ну, целуйтесь. Целуйтесь. Ну, целуйтесь. Желаю счастья. Птичка. Одна. А где же он? Непорядок. Ты где это порхаешь, а? А, гнездо искал. Причина ложительная. Нашел? Ишь ты, отдельная. Где, где, где? Где? Финке Ховрина. Ну, целуйтесь, целуйтесь. Господи, как хорошо я все создал. Эх, желаю счастья. Спят, так и праведники. Греха не знают. Да не коснется вас грех плотской. Эх, рукам боль не давать. Ну, гляди, и он туда же. Что это, лунный свет, что ли, на них действует? Сны неподходящие навевают. Вот о снах-то я и не подумал. Если... Не-не-не-не-не-не-не-не. На спиночку. Вот так вот. И пусть вам снится Что-нибудь нейтральное. Паю, паюшки, паю. Не ложисься на краю. Придет серенький волчок. Схватит Еву за ночок. А-а-а-а-а... А-а-а-а... А-а-а-а... Адам, кто тебя научил играть на дубке? Здорово, правда? Ужасно. Адам, какой я видела сон, будто мы гуляем там внизу за забором, куда нам нельзя, и будто с нами еще один. Такой же, как мы, но только маленький-маленький. И похож на тебя, только почему-то без зубов. Без зубов? Да. Не бывает. Не бывает? Нет. Господи, как скучно. Вечером хочется в гости пойти. А кругом звери или ангелы, что за интерес? Не перестань играть, ты мне всю душу вымотл этой калиной. Перестань играть, я сейчас плакать буду. Ну, чем ты недоволен? Кажется, все у нас есть. Недостатки ни в чем не испытываем. Чисто, светло, красиво. Почему это вы женщины всегда чем-нибудь недоволен? Что это? Вы женщины? Кажется, на всем свете я одна. Ты имеешь в виду ту, которая была раньше. Не беспокойся, мне все рассказали. Конечно, ты ее не можешь забыть. Я о ней и не думаю. Ты не думаешь, думаешь, только о ней и думаешь. Ты ее любишь до сих пор, меня не проведешь. Плетешь ерунду. Оставался бы с ней, она не плела ерунды. Господи, и зачем меня только сделали? Мне было так хорошо, меня ценили. Кто тебя ценил? Другие ребра. На нее ты не кричал, на нее ты не мог надышаться. Мне рассказывали, рассказывали. Кто? Кто это тебе рассказывал? Звери, птицы, ангелы. От жены ничего не утаишь. Я теперь вижу, что ты за человек. Дура! Тьфу, курица. Ева, перестань, перестань. Нас слушают, Боже мой. Слушаюсь. Ну, успокойся, успокойся, Ева. Ну, неужели ты серьезно думаешь, что я и та женщина? Не двое, Боже, они. Хорошо, хорошо, не буду, не буду. Ты просто устала. Переутомила. От чего? От ничего. От ничего. Именно ничего. Ни усталости, ни радости, ни огорчения. Бедная ты моя. Валяйте, валяйте. Я подежурую. Уйди я тебя. Я свой. Уйди. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что? Они целовались. Ай-яй-яй. Ну и что? Так пока ничего. Но как? Как? Как нормальные родственники. Как брат и сестра. Вполне неверно. Я присутствую. Просто нахальство. Ведь не чужие, так обидно. Обидно вообще-то. А что же ты брать-то, а? Вы же сами сказали, что... Разлетись, разлетись. Что же это, ребят? Мы смешили. Хорошо обошлось. Ложную тревогу. А я думал, вы ослушались. Это так. Это как брат и сестра. Это можно. Это можно. Только вы друг к другу близко не подходите. Потому что вы цари природы. Вот ты, например, царь. Я царь. Она царица. И больше никого. А то начнёте обниматься, целоваться. От этого дети бывают. А от детей ещё дети. А куда мне столько царей? Разве я за вами за всеми услежу? Натворить, что-нибудь мне отвечать? Скучно у вас тут. Скучно. Скучновато, да. А вы славьте меня. Вот вам и не будет скучно. Давай, Ева, попробуем. Давай. Слава Богу, Богу слава, Богу слава, Слава Богу. Слава Богу, Богу слава, Богу слава, Слава Богу. С неба звёздочка упала, И в воде купается. Ходят по земле, Болваны люди называются. А от забора до забора так вдвоём мышляются, А мне смотреть на них противные люди и называются. Валяй, валяй, валяй дальше. Хватит. И думать о них не хочу. Вообще, с тех пор, как появились эти люди, он обращается с нами, ангелами, как с собаками. Хватит. Точно? Посадил для них фруктовый сад, пальмы всякие, фиги. Пока не поздно, нужно дать урок. Во-первых, разочаровать его в людях. Во-вторых, показать ему, что без нас ангелов ему не обойтись. И в-третьих, проучить этих зазнаек, чтоб помнили. Вот хорошо бы. Хватит. Ты у нас мастак на выдуке-то, ты и сообрази. А потом чуть что ты в кусты, а мне отвечать. Ну, обижаешь, кажется, не первый век знакомый. Ну, хорошо. Я придумаю. Я такое придумаю, что об этом миллионы лет рассказывать буду. Тихо. Вон, давайте споём. Что это вы распелись? Праздник что-то какой. К фестивалю готовимся. Я тут стишки написал. Тихоммузочку подбираем. Стишки. Да. Ну-ка, я послушаю. Что за стишки? Стишки. 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 Какой демон. Что за демон? Это он. Созвучий, гость. Ты с созвучами поосторожней. Здесь эхо. Скажи одно, а разнесут другое. Так что ты следи за собой. Слушаюсь. А ты за ним. За ним. А вы за ними. А за мной следить некому. Три статушки, три стата! Три статушки, три стата! А ну пойди ножками. Мам! Пойди, пойди маленький. Пойди, пойди ножками, ножками. Три статушки, три статушки. Три статушки, три статушки. Простите. Ой! Ещё раз простите, я совершенно не хотел вас пугать. Знакомый голос. Где-то я его слышала. Вполне возможно, мир тесен. Старик поленился создать что-нибудь более просторное. Да и то, что есть, так ограничено. Туда пойти нельзя, сюда нельзя. Траву не топтать, яблок не рвать. И не говорите! А почему, собственно, не рвать яблок? Что в них особенного? Обыкновенные яблоки. Анисовка. Попробуйте. Что бы нам нельзя. Он каждый раз пересчитывается яблоки, всегда предупреждает. Ха-ха-ха. Необыкновенная скупость. Или боязнь. Говорят, что в них заключено какое-то волшебное свойство, которое открывает людям глаза. И он боится, что вы узнаете что-нибудь такое, что сделает вас умнее, простите, еще умнее, мадам. Попробуйте, может, это и так? Право, я не знаю. Но одно яблоко, оно кислое, как верность, и сладкое, как запрещенный плод. Пониме? Пониме? А почему? Да стоит вам съесть только одно яблоко, и вы сразу все увидите в подлинном свете. Ну, смелее, Ева, смелее. Прошу. Смелее, Ева, смелее, смелее. Адам! Адам! Здесь я, Ева, здесь я. Ева, а я тебе в венок сплю. Адам, вот мой новый знакомый. Где? Ну, вот же, на дереве. А? Доброе утро. Здравствуйте. Адам, он предлагает яблоко. Говорит, что оно открывает глаза. Что вы, что вы, нам нельзя. Одно яблоко. Ну, нельзя же. Одно, одно яблоко. Адам! Я попробую. Ева. О-о-ой. О-ой! Адам, попробуй. Ева. 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 Ева, Адам, где вы? Э-э-э-э, ай! Сюда нельзя, мы на гея. Нельзя, сюда мы голые! Мы голые! Кто вам сказал, что вы голые? Вы что, съели яблоко? Змей? Соблазнил меня? Он тебя соблазнил? Не в этом смысле. Доброе утро. Я им говорил, я предупреждал. нельзя есть яблоки. Это его голос. Это он переоделся змеем и уговаривал. Уговаривал! Какая клевета? Наел с казенных яблок, а теперь запутывайте других. Ну, знаете ли, это... Эй, ничего подобного не запутывают. Точно. Вот. Его одежду. Подлец. Скотина. Сантажист. Он сантажист. Нам его подослали. Подослали нам его. Это клевета, клевета. Всё ясно. С одной стороны провокация, с другой стороны непослушание, нарушение запрета. Делаю выводы. За то, что ты сделал это, будешь проклят перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Будешь ползать на чреве своём и есть прав во все дни жизни твоей. Понятно? Понятно. И вражду положу между тобой и между женою твоей, и между семенем её и семенем твоим. И будет оно поражать тебя в голову, а ты будешь жалить её в пету. Вот таким образом. Понял? Не совсем. Вот прокляну, то поймёшь. Ну, Господи, я же не виноват. Да каймаю! Ну? Вон! Вопросы есть? Нет вопросов. А вас, молодые люди, изгоняют рая. Как? Голыми? Без одежды. В чём есть? В чём есть? Ах так. Да, вот так. И уйдём. Ни минуты здесь не останемся. Подумаешь, рай. Да, рай. Пили-ели. На всём готовом. Обойдёмся. Сами за себя будем отвечать. Захочется что-нибудь делать, будем делать. Захочется фруктов, съедим. Захочется детей родим. Рожать, между прочим, будешь в муках. Потерпим! Хлеб свой зарабатывать, хоть и лица будете. Так он вкуснее. Обратно запроситесь, не пущу. Не запросимся, не беспокойтесь. А ты что молчишь? Я. Скажи ему что-нибудь. Тогда? Докажи, что ты тоже умеешь быть самостоятельным. Сейчас докажу. Я во всём согласен с моей женой. Вот ответ настоящего мужчины. Да. Он. Разгорается. Как ты, по... И глаза болели. Что это у тебя за шрам? За где? Вводим на лопатки. А, это ерунда. Я гнался за быком по крутой горе, хотел принесить его тебе на ужин. А он подкрался сзади и боднул меня, скотина. Он мог поднять тебя на рога? Нет, это я его схватил за рога. Ты не представляешь себе, Ева, как приятно брать быка за рога. Очень приятно. Ой, а где же он? Бык сорвался в пропасть. А я за ним. Кошмар. Но тут на меня набросились тигры. А ты? А я вот забрался на дерево и хохотал. Они там внизу выли, грызли дерево. А я пел песню и хохотал. А чему ж ты радовался? Я же тебе рассказываю. Я был выше их всех над ними. Ты пел песни, хохотал и был выше всех. А обо мне ты подумал? Ты подумал, что будет со мной, если тебя растерзают дикие звери? Ты думаешь только о себе. Ты эгоист. Кончено. Больше я тебя не отпущу одного. Ева, я хотел принести тебе еды, Ева. Я вот сейчас пойду и скоро верну. Нет. Отпусти, Ева. Нет. На полчасика, Ева. На рыбалочку, Ева. Ну, хорошо, хорошо, иди. Только ты мне должна обещать, что будешь осторожен. Обещаю, я их не боюсь. Я сильнее их и умнее их. Интеллектуально. И потом ведь я очень хорошо вооружен. У меня есть дубина. А у них нет. Адам, будешь в реке, поймай селёдочку. Селёдочку. Хочется чего-нибудь солёненького. Что-то меня поташнивает. Хорошо, поймаю. Пока, пока. Нет. Нет, Адам, не ходи. Мне страшно. А со мной тебе не страшно. А с тобой мне тоже страшно. Но я не боюсь. Эй! Гаврил! 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 Да! Да! Кто? Гаврил! Да! Где этот? Кто? Ну как его? Ну, проклятый, проклятый. А, вот здесь. Смотри его. Надо серьёзно поговорить. Да, да, да. Эй! Иди! Создатель требует. Ну что, признал, что ты наделал свои ошибки, ты видишь, что ты наделал? Я их наделал. А кто же? Это вы их наделали? Я наделал ошибки. Вы наделали людей. Люди наделали ошибки, значит, вы наделали ошибки. Ну, ты нахал. Я думал, что ты признаешься в своих заблуждениях. Раскаешься. Я тебя прощу. Ты, оказывается, упорствуешь. Да нет, я не упорствую, я очень наказан. Я извиняюсь. Делом надо доказать. Да, делом. Заставь людей вернуться. Пусть дадут слово, что никогда не будут, и раскаются. И концы. Что? И концы, говорю. Всё. И концы. А может быть, плюнуть на них? Пусть их живут, как хотят. А меня простить и вернуть. Ну и поскольку я раскаялся, взять на поруки. Да? Это мероприятие себя не оправдало. Поэтому я тебя не прощаю. И без них обратно не принимаю. Господи! Ты что? Я здесь. Ах да, Господи. Но зачем ты меня проклял и заставил иметь дело с этими людьми? Ступай! Действуй! Ну, что? Свои надо иметь. Какая жизнь! Какая ужасная жизнь! Мужайся, Ева! Мужайся! Я не хочу мужаться. Я женщина. Я устала, Адам. Я так устала от этой первобытной жизни. Опять он. Певец. Господа, друзья, люди, не безум, не влевоохвачены, что делаете то. Ну, послушай, я человек, да историческое, простое, говори прямо, чего хочешь. Ну, послушайте, ребята. Ну, вы теперь поняли, что люди на земле жить не могут. Да вы на себя не похожи. А из-за вас я пострадал, можно сказать, всего лишился. А главное, главное, на ваше мучение смотреть, Боже. Да? Ну, ведь ты же посоветовал насчёт яблок. Да не будем об этом вспоминать. Они поругают немного и простят. И опять на всём готовом. А, ребят, ну? Не знаю, я вроде привык. Мне даже, откровенно говоря, нравится. Ну, послушай, Адам. Надо же я о ней подумать. Ну, разве такая жизнь по ней? Она же женщина. Так ведь и красоту потерять можно. Как быть, Ева, как быть? Не знаю, сам решай. Да что тут решать? Жизнь решила. Тут трудности, а там рай, ребят, рай, рай. Ну, вот и договорились. Я пойду туда, скажу, чтобы встречали и вернусь за вами. До скорого! Что ж теперь плакать-то? В рай так в рай. Там, конечно, тебе будет удобнее. Поцелуй меня, Адам. Последний раз. Там нельзя будет! Стоп, 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 стоп! По только шеполученным звеньям от дьявола люди, нарушившие запрет, не вернутые нами на землю, возвращаются в наш рам. В наш салон? Да нет. Вот склероз. На Б начинается. На Б? Вспомнил! Царство небесное! Только давайте, все сначала. И... Очень хорошо! Вот теперь как взмахну руками! Так начинайте! Ну что, идут? Да не видать! Фух! Вот один, кажется, плетеваться. Как один? Их... Их трое должно быть! Адам, Ева и этот... Дьявол! Вот он один и идет! А люди где? Не видать! И... Почему он один? Кто его пустил? Так у него же пропуск! Привет! Привет! Что это значит? Где люди? Где люди? Я тебя спрашиваю! Ну все шло прекрасно! Ну? Они согласились, раскаялись и вдруг в последний момент... Что? Передумали? Нет. Создалась ситуация. Какая еще ситуация? Ждут ребенка! Ой! Стоп! Стоп! Пошли вон! Без отцовщина! Как ты сказал, ждут ребенка, значит, ребенка-то еще нет? Может, есть надежда? Вот именно! Я же им говорил, но раз сюда с детьми нельзя! Можно было дождаться этого чертова ребенка, утопить его, так она подняла такой крик, аначе не убила меня из-за этого ребенка, наотрез отказалась! Все! Все! Лопнуло мое терпение! Проклинаю! Я? Ты проклят и молчи! Я их проклинаю! Правильно, я стою здесь! А тебе место не здесь, тебе место внизу, на земле! Еще ниже! В аду! Да! Пошел отсюда! Ты полегче! Ты полегче, полегче! Вот чем кончилась вся эта затея! Да будет свет! И увидел я, что это хорошо! Земля, твердь, люди! Глупая выдумка, а потом меня же в ад! А кто выдумал эту выдумку? Да! Кто мне дал идею? Да! Кто мне дал идею? Не я! Я никаких идей сам не имею и другим не даю! Это он! Не за всякую идею, между прочим, можно хвататься! Мало ли у кого какие идеи! И твое дело критиковать! Именно мое прямое дело, поскольку я дьявол и терять не может ничего! Он отсюда! Не любишь, право! Не извергнуть его вниз! Вниз! К этой! Как ее? К чертовой бабушке! А с людьми-то что это? А разве не так пусть как хотят? Я и знать не хочу! Вот так легче всего создать мир, а потом махнуть на него рукой! Я лично запретил людям плодиться и размножаться! А раз они так, пусть теперь они сами за себя отвечают! А я за них никакой истины не несу! Все! Досоздавался! Дурак ты! Сам очень умный! А ты? А ты ист! И хулиган! КОНЕЦ И пришлось нам взять ответственность на себя! Мы несем ее, правда, Ева? Правда, Адам! Итак, мы вам рассказали сущую правду о том, как мы с Евой полюбили друг друга! И любим сейчас! И всегда будем любить! Но для рая эта любовь не годилась! Она была земная! Настоящая! И от этой любви у нас родились дети! Да, а у наших детей еще дети! И пошло, и пошло! И остановить это уже практически невозможно! КОНЕЦ КОНЕЦ